Олег Леонидович Устенко, советник президента Украины по экономических вопросов, с нами на связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, Олег, вы знаете, очень сложно вообще вот понять людям, которые далеки от экономической науки, чем такая большая разница 2,7 и 2,9 для общей мировой экономики, показатели, которые вот снизились, да. На самом деле, насколько это серьезно и можно ли действительно сейчас просчитывать до того, как война не закончена, ведь даже военные эксперты не могут обоснованно сказать, когда это будет точка финала. Кстати, вы просто замечательно подметили этот момент. Здесь есть масса факторов неопределенности и основной фактор неопределенности это, конечно, окончание войны. Как только мир переходит в поствоенный период, то понятно, что сейчас происходит совершенно по-другому. Что сейчас мешает мировой экономике? Мировой экономике в плане войны, которую ведет Россия против Украины, это влияет на неопределенность, которая есть на рынках, потому что непонятно, как ведет себя агрессор по многим направлениям или относительно непонятно. То есть его вроде бы как и непредсказуемость может быть фактически уловлена и относительно предсказана, но глобально это фактор риска. То, что происходит, это тот глобальный продовольственный кризис, который тоже вызывает агрессию России в Украине. Ну, достаточно вспомнить то, что наши порты были заблокированы, мы не могли вывозить зерно, а между прочим, нашим зерном мы кормим где-то до 400, скажем, миллионов человек в мире. То есть речь идет о том зерне, которое мы поставляем на международные рынки. Все-таки не забывайте, что мы в топ-5 странах, которые поставщики пшеницы на мировой рынок, и от 10 до 15 процентов по другим видам зерна мирового мы контролируем. Да и добавьте туда еще 50 процентов подсолнечного масла, и вот тогда совершенно очевидно, что блокирование наших транспортных коридоров означает просто то, что подвергают риску фактической невозможности выжить до 400 миллионов человек в мире. Следующий фактор не определен. А этот фактор, очевидно, прекратит свою работу сразу же после того, когда восстанавливается мир в Украине. То есть тогда разблокируются наши обычные транспортные пути. Тогда понятно, что мир сможет вздохнуть спокойно. Но Международный валютный фонд прав, что для мира всего риски есть не только на этот год, но и на следующий год. А на следующий год это риски, основа которых была заложена на протяжении этого года. Наши аграрии не могли нормально вспахать землю, не могли внести в землю столько удобрений, сколько они вносили обычно. В общем, там есть масса таких технико-технологических факторов, которые повлияют на то, что и в следующем году мир будет испытывать подобного рода проблемы. Даже в поствоенный период времени будет испытывать проблемы, связанные вот с этими глобальными вызовами с точки зрения безопасности продовольственной. И только тогда уже в 2024 году мир очевидно сможет вздохнуть спокойно, потому что в 2023 мы уже будем нормально сеять и обрабатывать нашу землю, собирать урожай уже более-менее нормально. Хотя и так, что касается другого фактора риска, еще одной группы факторов рисков, это все, что связано с энергетикой. Россия пыталась использовать энергетику как свое оружие. Абсолютно очевидно, что это не совсем удается. И, кстати, сказать, на что бы я обратил внимание, вроде бы как и страшно такой пессимистичный прогноз, который вышел из-под пера Международного валютного фонда на следующий год, и на через год, и на 2024 год, не кажется таким страшным и таким катастрофически плохим, особенно если речь идет о средней долгосрочной перспективе. Почему? Потому что вот этот энергетический рынок, эта зависимость от энергетики сначала от России, потом от других стран, что, в общем-очень так видно, как сейчас играется эта карта, в том числе, кстати, и странами-членами ОПЕК, в конце концов приведет к тому, в долгосрочной перспективе, что изменится вообще структура потребления энергетического ресурса, и это колоссальный стимул для того, чтобы развивалась зеленая энергетика, развивалось все то, что не связано с ископаемыми, которые добывают из земли, из недр земли. То есть переход на совершенно новую ступень, и в данном случае как бы изменения позитивные. То, о чем вы спрашиваете в самом начале, о том, что вот смотрите, меняется прогноз, вроде бы и не на много, то было 2,7, стало 2,5, то есть вроде бы как и 2,9, 2,7. Мы говорим с вами о двух процентных, даже двух десятых процентных пунктах, вроде как и незначительно, но речь-то идет о глобальной экономике. ЕМВФ говорит о цифрах в целом для мировой экономической системы, а там есть три действительно больших, самых больших игрока. Это, конечно, Соединенные Штаты Америки, экономика почти 20 триллионов, даже чуть больше по нынешнему времени, 20 триллионов долларов. Экономика Европы приблизительно в такую же величину, то есть это уже почти 40 триллионов долларов. Ну и экономика Китая, которая где-то, ну, около 17, скажем, триллионов, 15-17 триллионов долларов, в зависимости, каким году мы приводим цифры. То есть мы с вами говорим про экономики, которые вместе весят, ну, чуть ли не 60, стоят 60 триллионов долларов, в год они выпускают. Для примера, наша экономика в довоенный период времени это 200 миллиардов долларов, улавливаем разницу, 20 триллионов. И одна экономика сейчас, там, скажем, Штатов или Европы или Китая. И когда мы говорим про экономику Украины, это 200 миллиардов, и когда мы говорим про экономику России, там, скажем, около одного триллиона. То есть тоже, кстати, видно, смотрите, три большие глобальные экономики 60 триллионов долларов, а экономика России около одного триллиона долларов. Ну, то есть отличие величин колоссальное. Но когда мы говорим, а почему плохо, почему вот это будет влиять на развитие, потому что, на мировое развитие, потому что от того, сколько ты вырабатываешь валового внутреннего продукта, от этого зависит, например, твои возможности инвестировать в научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, то есть то, от чего зависит научно-технический прогресс. В систему здравоохранения, система поддержки наиболее бедных стран мира. Вот мы начали с вами говорить об этих 400 миллионов человек, которые зависят от нашего продовольствия на мировом рынке. Их надо кормить, их надо поддерживать. Возможность борьбы с эпидемиями, что более чем актуально, особенно после ковидных годов, которые были. Важность вопросов, связанных с международной безопасностью и международной системой, с архитектурой системы безопасности. А это тоже огромные средства. И поэтому с этой точки зрения Международный валютный фонд высказывает вот такую вроде как озабоченность. Но нет худа без добра, и поэтому если мы сейчас внимательно вчитаемся в этот доклад, мы увидим с вами, что основная причина, почему говорят о том, что идет вот это охлаждение экономическое, вернее региональное, не основная причина, а региональное. Потому что идет замедление темпов экономического роста по Китаю. И Китай, поскольку это глобально большая экономика, если он замедляет темпы своего экономического роста, это влияет негативно в целом на экономический рост. Но с нашей точки зрения, вот прямо сейчас, если я перевожу это на нашу текущую задачу, а наша текущая задача сейчас в плане, одна из наших текущих международных задач, это санкции на Российскую Федерацию. И мы ожидаем в ближайшее время такого вот конечного определения по так называемому прайс-кэпу, по ограничению цены на нефть на мировом рынке. И вот чем ниже, вернее не так, чем меньше будет показывать экономический рост Китая в этом году, тем легче будет нам уменьшить доходы России как раз при помощи вот этого ценового механизма. Потому что чем руководствовалась Россия? Руководствовалась Россия в том числе и тем, что вот вы тут накладываете наносанкции, мы попытаемся, насколько это возможно, вывозить нашу продукцию, например, особенно что касается нефти, через морские коридоры на Китай. Мало того, что Китай более чем прагматичный игрок на рынке, и, кстати сказать, сложно найти более прагматичного игрока, чем Китай на мировом энергетическом рынке, который знает свой вес, знает свою силу и знает то, что крупный потребитель может в конце концов диктовать цены. Поэтому они диктуют свои цены и сейчас для России. Если вы посмотрите сегодняшнюю статистику, они покупают от России нефть, в том числе и через море, но покупают ее с дисконтом около 20 долларов на каждой барреле нефти, которую получают из России. Вместо того, чтобы платить России 95 долларов, они не дают ей больше, чем 75 долларов за баррель нефти. То есть это больше, чем прагматик, чем даже, кажется, вот в нашем самом таком воображении по поводу, что значит из себя дядюшка скружит, что значит из себя прагматизм. Они больше, чем прагматики. Но если у них идет охлаждение экономического развития, это значит, что они просто меньше будут покупать у России, и значит, они меньше заинтересованы в том, что 75 долларов давать России за баррель френдов. Как раз хочу уточнение одно сделать. Китай тот же, он же далеко не бездонный. Он может импортировать максимум около 80 миллионов тонн в год российской нефти. Даже со всеми дисконтами, если мы говорим. И я еще хочу привести цифры сразу же. МВФ подтвердил прогноз падения реального валового продукта в Украине в 2022 году на 35%. И также объяснили, что все прогнозы на 2022-2027 годы, кроме прогнозов реального ВВП и потребительских цен, опущены из-за чрезвычайно высокой степени неопределенности. Но при этом, при этой же формулировке прогнозируется, что в России падение ВВП в текущем году составит 3,4%, а в следующем году замедлится до 2,3%. А как, если такая мировая неопределенность, как можно сказать, что, например, в России замедлится до 2,3% за счет чего? Если, например, европейский рынок газа закрыт, по сути, эмбарго на нефть тоже для Европы. Декабря ждем. Потом нефтепродукты. Февраль следующего года запланировано тоже введение эмбарго. За счет чего? Ну, вот на что я бы обратил внимание в этих цифрах. Да, действительно, в этом году глобальное падение экономики Украины. Вот минус 35%, о которых говорит Международный валютный фонд. В следующем году неопределенность точно высока. Но вот эта неопределенность, которая есть, она, кстати сказать, была уже видна даже в том прогнозе, который подавало Министерство экономики Украины. Они говорили про следующий год, о том, что морг, ситуация в экономике может быть от минус 0,5% падения до плюс 15% роста. Это настолько большой разброс от минус 0,5% до 15% роста, что кажется просто действительно невероятным, но фактор неопределенности только война. Что касается Российской Федерации, то да, замедление падения в этом году. Вот на уровне, к слову сказать, я не очень отношусь с большим уж таким доверием к этому прогнозу МВФ, потому что большая часть прогнозистов говорит о том, что российская экономика может в этом году упасть от 4% до 6% реальное падение экономики. Но бог с ним, пусть даже если это около 4%, о котором сейчас говорит Международный валютный фонд, потому что они, скорее всего, используют данные предыдущего периода времени, имею в виду там 3 месяца назад, когда вот готовился этот прогноз. И в следующем году снова замедление, там около 2,5% у них падения. Но что отличает вообще мировую экономику и экономику Украины и экономику Российской Федерации? Что в поствоенный период времени война заканчивается, и мы ожидаем, что окончание войны вот-вот достаточно скоро. Многое зависит от, конечно, или если не все, зависит от наших вооруженных сил. Но что касается перспектив дальнейшего развития, то после этого, когда мир выходит на траекторию поствоенного развития, он весь начинает показывать глобальный высокий экономический рост. Сейчас такая страна, как Украина, не имеет фактически никаких ограничителей для того, чтобы расти 10-15% больше, даже чем эти показатели в год, на протяжении длительного периода времени. Я не хочу говорить о факторах, которые есть, но именно такое развитие ожидается для Украины, если вы поговорите с любым из прогнозистов. Сейчас они будут говорить именно о таких вот цифрах развития. Если мы говорим о мировой экономике, то тоже после войны совершенно очевидно мир становится более предсказуемым, более стабильным, более безопасным. Значит, возможности для бизнеса улучшаются, и значит, экономический рост будет быстрее и выше. Но Российская Федерация не имеет этой возможности. И если у всех свет в конце туннеля достаточно близок, мы понимаем, вот этот пост-во-период, послевоенный период времени дает возможность развиваться. В России этот свет в конце туннеля не виден, потому что сам туннель идет зигзагообразно. Он идет коленями, знаете, как в сантехнических изделиях. Сначала прямо, потом налево, потом прямо, потом направо. И так вот длительный период времени, скажем, на протяжении 10-15 лет. И поэтому вы не можете даже разглядеть вот этот свет в конце туннеля, потому что колено поварящивает то налево, то направо. Это если мы говорим о сохранении Российской Федерации в том статусе, в котором она есть, и в том составе, в котором она есть. Вы так просто образно описали, что я подумала, а где же так нажать кнопочку, чтобы она уже как бы водичка очистила все это дело. Но мы сейчас не об этом говорим. Олег, я вот хочу спросить. Вот, ладно, российская экономика, все понятно. Но Россия выпадает из многих звеньев мировой экономики. Все страны, которые были связаны с Россией, или в качестве того, что они поставляли как на рынок сбыта свою продукцию, либо совместные какие-то большие компании, корпорации, они все уже готовы к этим изменениям. Выпадение России, и мы понимаем, что это надолго, она повлияет сильно на рецессию мировой экономики или нет? Если она вообще не распадется на маленькие государства. Если она распадется на маленькие государства, то сценарий будет тогда развития другой. Тогда каждое отдельное маленькое государство получает свой шанс на развитие. Это тогда по-другому будет работать экономическая модель. Но если мы говорим вот о России, вот в текущих как минимум границах, то все же мы с вами говорим об образовании, о стране, которая имеет порядка, скажем, полтора процента в мировом ВВП. Кто верит в то, что тот, кто весит в мировой экономике один, полтора, два процента, может действительно сделать колоссальную, просто колоссально как-то влиять на ход мировой экономики. Может быть на что-то другое, но точно не на мировую экономику. Более того, вот продолжая ваш вопрос, развивая его о том, готов ли мир к этому или нет. Да, мир готов, абсолютно готов к этому. События после 24 февраля показали уже даже самым, если хотите, оптимистически настроенным игрокам на мировом рынке, что с Россией работать нельзя. Никогда больше в обозримом будущем. Обозримое будущее, скажем, речь идет об одном-двух десятилетиях, если не нескольких десятилетиях. Потому что, когда мы говорим об этом, я все-таки всегда перед глазами есть опыт Ирана, который находится под санкциями, как фурия международная на протяжении более чем 40 лет. Но мир понимает, что Россия никогда не будет ответственным поставщиком ресурса. Никогда в будущем. Никогда в будущем. И это означает, что будет происходить такое высушение и деградация экономики страны, России, даже если вот она остается в таком формате страны, как мы сейчас видим. Если только не будет каких-то резких позитивных подвижек внутри страны. И, например, даже не затрагивая, ладно, вот эту геополитическую плоскость. Но возможны варианты на то, что если вдруг в России идут позитивные изменения политического характера, если Россия пытается вернуться в систему нормальных взаимоотношений с нормальными, в общем, со всей той нормальностью, которую мы привыкли называть нормальностью в цивилизованном мире, то тогда... Олег Леонидович, я, позвольте, сокращу, может быть, изменение политического руководства, скорее всего. Я бы даже сказал, тогда не просто руководство, потому что руководство можно менять сколько угодно. Вопрос, да, системы, изменения системы. Но даже это не означает, что у них не будет... Олег Леонидович, вынужден вас уже благодарить. Большое вам спасибо за эти подробные разъяснения. Намного яснее стало, кстати, вместо сухих цифр такое объяснение. Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам. Только что с нами был...